Ну, я не экономист и не политик по этому несложному. Я могу сказать, что бы мне хотелось видеть. Что бы мне, как гражданину, хотелось бы, чтобы было? Мне хочется иметь возможность посмотреть на эти места, допустим, на Камчатку. Сейчас возможности-то нет. Я уверен, что будет развитая индустрия туризма внутреннего у нас в стране, потому что у нас очень большая, ну, красивая страна, есть куда съездить. И, к сожалению, мест не много таких и на них спекулируют очень сильно сейчас. Но я верю, что мы как-то сможем решить эту проблему. Будет создана некая внутренняя тяга в стране, когда людей талантливо больше остается, чем уезжает. Я уже не знаю, материальная составляющая будет здесь работать в большей степени или какие-то социальные внутренние такие проекты серьезные. Но когда спортсмены, когда ученые, предприниматели начнут оставаться, я думаю, что они начнут оставаться. Не из-за того, что государство станет полицейским или силой будут оставлять, или железную занавесу поставят, а из-за того, что здесь будет интересно жить и работать. Сейчас это сделать очень сложно, потому что у нас есть отпечаток. Я хорошо отношусь к Советскому Союзу, к Советскому государству. Хорошо. Потому что были вещи, которыми нужно учиться, которым нужно учиться. Допустим, идеология, которая была создана. Она очень сильная, и патриотизм очень сильный, и правильный, настоящий. Когда люди хорошо делали свое дело, спортсмены и так далее, ученые. Но были вещи не очень хорошие, на мой взгляд. Отпечаток остался, знаете, как у Стругацких. Если к власти приходят темные, то и все вокруг становится серым. Есть в некоторых регионах. Я не буду называть, какой город, но я очень сильно хотел туда попасть, потому что был очень большой шум в интернете о том, что город будет преображаться. Там будут красивые заборы, расписанные граффити, там будут стеклянные остановки, там будут деревянные красные человечки стоять повсюду. Может быть, кто-то догадался, о каком городе идет речь. И два известных. Музей современного искусства и так далее. Я попал туда. Не хотел все это увидеть воочию. И не увидел. Потому что остановки закрашены, забиты железными, стальными пластами. То место, где стоял красный большой деревянный человечек, убрали и поставили там орден советской власти, орден Ленина. Старые гипсовые или каменные, не знаю уж как это. И я расстроился. Люди не готовы смотреть в будущее и создавать его. Разрушить всегда легче. Но мне бы хотелось, и я как-то вижу, что наша будущая страна – это государство, в котором и есть чиновники, и граждане. Что-то делают на созидание. Все-таки создают. Я привел пример Южной Кореи или Сингапура. Можно много стран перечислить. Во всем мире города, допустим, пытаются создавать некие проекты, которые будут притягивать людей к ним. Вот Карловы Вары. Есть у них источники, все об этом знают. Там очень все аккуратно сделано. Тем не менее, наплыв туристов к ним есть постоянно. Тем не менее, они все равно организовывают кинофестиваль, который привлекает еще несколько десятков тысяч человек к ним. То есть, какой-то проект внутренний, городской, который будет привлекать людей к тягу-тягу создавать. Или в Мюнхене. Самая лучшая экономика в Европе. И завод BMW и так далее. Но они все равно создают пивной фестиваль. Несколько миллионов человек со всего мира приезжают. Или Рио-де-Жанейро. Ну, понятно, карнавал, который у них походит. У нас тоже есть попытки в некоторых городах создавать фестиваль белых ночей, фестиваль поэтов, стихов. То есть, и люди действительно начинают ехать. И город преображается. Не все готовы к таким переменам сейчас. Кто-то начинает, и чиновники, и обычные граждане, разрушать вот эти вещи. И фестивали отменяются. Хотя есть возможность их продолжать. По разным причинам. И это, мне кажется, все-таки отпечаток того государства. Того государства. А такого быть не будет. Не будет такого. Когда к власти будут приходить не красные, эти самые, как сказать, красные директора. Не красные директора. Люди, которые выросли в новой стране, со своим представлением видим, как должно быть в будущем. Потому что сейчас у нас не было ничего. Красные директора знают, как должно быть. Смотрят в прошлое. Какая система управления была. А молодого поколения еще не выросло. Когда молодое поколение, которое выросло в нашей стране, в новой, будет приходить к власти и делать так, как нужно. Тогда все будет по-другому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!